Военный комиссариат Ульяновской области объявил о наборе в мобилизационный резерв. Приглашают ульяновцев, пребывающих в запасе. Такой резерв позволяет в короткие сроки пополнить части квалифицированными военнослужащими, за которыми уже закреплена определенная должность. Цель повышения уровня военной подготовки граждан, пребывающих в запасе, в настоящее время военным комиссариатом Ульяновской области организована работа по отбору граждан, пребывающих в запасе, в мобилизационный резерв. Мобилизационный резерв комплектуется гражданами, годными прохождением военной службы и годными с незначительными ограничениями. Также существуют возрастные ограничения. Для солдат-сержантов, пребывающих в запасе, это граждане до 42 лет, младшие офицеры до 47 лет и старшие офицеры до 52 лет. В мирное время резервисты будут участвовать в занятиях и сборах. При объявлении мобилизации им нужно будет прибыть в воинскую часть для выполнения боевых задач. Постоянное место работы и заработная плата при этом будут сохранены. В солдатской ташле, где располагается войсковая часть 623-го межвидового регионального учебного центра войск связи, идет подготовка резервистов. Есть все необходимое. Казармы, баня, военные поликоны, склады и даже военная техника для обеспечения занятий и сборов. Сборы с резервистами будут проходить на стационарной базе учебного центра, а именно в узле связи полевом обеспечения учебного процесса, где имеется полностью вся инфраструктура для организации и проведения сборов. Мы организуем прибытие личного состава, оформление документов, обеспечение всеми видами довольствия. Они размещаются на стационарной базе по подразделениям. Соответственно, организуется питание, банно-прачечное обслуживание и другие виды обеспечения. Также заключившим контракт гарантируется упрощенное поступление в ВУЗы Министерства обороны Российской Федерации и квалифицированное медицинское обслуживание. Ульяновцы смогут научиться водить боевую технику и стрелять из всех видов оружия. А также смогут участвовать в учениях по всей России и получать государственные и ведомственные награды. Подробности можно узнать в военном комиссариате по месту жительства. Илья Михно, Данил Сурков, ЛПРАВДОТВ